Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным! Номер 881. События дня. Третья царь, 14, 6. Как эпиграф. Я грозный посланник к Тебе. Это пророк говорит. За 15 мая 2018 года. И дальше говорится, что переписка. Тут вставлена большая переписка. Здесь 9 роликов. Посмотрите. Серахов, 37, 2. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. Вот об этом там речь впереди. Третья анна, 1, 4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Значит, самая большая печаль, когда дети становятся врагами. Второе, что ходят в истине. Самая большая радость. Ну и то, что хочется сказать на каждый день. Вот на меня нападают, когда говорят то, что 3000 лет назад Давыду говорили. Псалом 3, 2. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, глава моя, слава моя. И Ты возносишь голову мою». Это заходит и следует до внутренней жизни, каждую мою заплатку, каждое слово. Столько людей на мне задействовано. Почему? Ответ один. Зависть. Все отвечают. Это же зависть. Они люто завидуют. От Андрея Кураев прямо сказал, говорит, я завидую, Игнатьев, завидую. Он свободен в полной мере. А вы не свободны, которые вокруг-то устроили свистопляску. Премудрый Соломон, 2 глава, 15 стих. «Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других. И от личной пути его он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Избранный он, гляди-ка ты. Вот это все выражается. Вот надо главу вторую. Прочитайте заново. Только в православной Библии. Вот показано, какой фильм можно посмотреть, христианский фильм. Если трудно вот это синее взять, скопировать, тогда вот это напечатать в Ютуб по-русски все. Виталий Калиников. «Но сейчас середики и манкурты начнут подбадривать Никитушку на подвиги, как они подсобляли, в кавычках, Роману». А Малик активизируется, то есть добивает. Вот еще и Никиту. Он там на собрании высказался против женщины, потом такие грубости прямо. Со всеми перессорился в деревне. Со всеми, говорит, до одного. Никого нет. В один раз. Вот один и тот же путь, который впереди был. Человек поминается, и у него так же самое есть. Только был и в раз разрушить. Зачем? Зачем? Он не может сказать. Только так. Дьявол взял и, как маленькую собачонку, на цепи об забор шваркнул, и мозги вылетели. Глупости какие-то, оскорбления женского пола. Ну, прямо никак. Просто даже издалека все начали на него нападать, активизировать. То есть, вот Никита то ли обделенный вниманием был, сделал, но это изнутри у него выплеснулось. Это с чем-то связано впереди, с каким-то повреждением было. То есть, или брошенный был матерью, или где-то его женщина обманул. Ну, что-то вот в этом роде везде такое. Женщина. Ну, ни шаг уже никуда. Читай там 30-ю главу притча Соломона. Как он хвалится женой. Никита, кроме малыша мне больше никто ничего не писал. Вот и как его... Есть оно. От него только одна ссылка на статью Степаненко 2016-го. 2016-го идет 18-й. Да новая статья. Но у нас после этого со Степаненко уже столько было хорошего. Сказал где-то... Но Степаненко я никогда ничего не скажу, почему. У нас были добрые моменты. Все. Все затмилось этим. Остальное что как? Да испытания как? Нарочно ли делать? Зачем мне рассуждать? У меня много работы. Его я не блокировал еще с прошлого года. Писал ему ответ, который мы с вами засчитывали в событиях дня. Теперь заблокирую. Проще возможной провокации от манкуртов не было. И я их не воспринимаю. Ну, молодец. Значит, какая-то еще надежда есть, что подправить можно. Ну, если ты мне звонил, я тебя не принимал, Никита, а потом ответил положительно. Ко мне приехал, у меня жил. И ты меня против едешь? Ну, ясное дело, что мы с тобой расстаемся, а у тебя больше никого и нет. То есть, явно, что ты в ступор входишь сразу. Тут хоть один, говорит, как Роману, добровольно собирать вещишки, да и до свидания. С сестрами, да, нужно налаживать отношения. Надо налаживать. И главное, на меня ссылаются, а я тоже так. Ничего себе. Ты посмотри, когда я захожу, и сестры, они меня через коридор не пропускают. Они хватают меня, целуют. Ну, это просто надо увидеть, сколько улыбок. Вот возвращаемся, когда мы из миссионерской поездки. Обнимают, хлопают. Ой, одни мощи остались. Живые мощи еще. И в предпоре стоять. Мне не в тягость. Это я ему написал, чтобы женщин не видеть. Он соблазнился, что они наклоняются, зад их видно. Да как она должна быть без зада? И притом прикрыты. Какая у нас порядок, дресс-код, как назовем. У них не придерешься нигде. Ни в брюках нету, ни оголенные. Даже самые маленькие девочки двойные платки с побойником. Нет, вот сатана искусил. Не потому, что меня смущают сестры. Я же объяснял смысл свой. А желание резкое, без совета, но неплохое. Неплохое, то есть он не раскаивается. Резкое, без совета. Ну, какое оно резкое, хамское. Такую грубость наговорить. Вот сегодня вы увидите, как на него прям женщины из других мест даже все поднялись позже. Это же не эпитемия каноническая за пьянство или пропуск богослужения. Не эпитемия, а каноническая. Да тебе не надо никакой эпитемии. Тебя вышибли оттуда. Стой там, где у нас уста, правила поведения. Никого не смотри. Купи себе какой-то колпак на голову, вот как надевают, когда казненный или палач. Чтобы ничего не видеть, ни щели, ничего не оставлять. Зашел сразу колпак на голову и молись. Будто бы свет не включили. Зачем тебе? На улицу выйдешь, те же самые женщины. И на улице они молятся. Наклониться нельзя. Он какие-то воображения делает. Если женщина наклонилась, то что? Что, она превратилась в животное какое-то? Даже отмечать срам один. У меня бывали такие выпады и раньше. Как я уверовал. Уверовал, надо родиться свыше. Рожденный свыше никогда даже не помысли то, что ты наговорил. Я вот все время молился. Господь, даруй духовное рождение свыше Никиты. Дай Господи ему. Однажды решил, что вся литература в доме, кроме духовной, вредна и не нужна. Я собрал целые связки и хотел отнести на помойку, но отчим остановил. Отчим, значит, без отцовшина. Видите как. Это уже проявляется по отношению к женщинам. В интернете мне приходится бывать. Нужна информация по ведению хозяйства. По огороду, теплице, цыплятам. У меня 29 бройлеров и прочее. Это мне по силам. Я говорю, ты неделю хотя бы не заходи в интернет. А мне звонят. Да, он у него горит, у него огонек-то зеленый, он там. Но он мне сказал, я ему не настаиваю, но не принимай, нет, какой против. Что ты говоришь, сразу в черный список заноси. Которые не послушали, все сгинули. Сгинули. За мной охотятся их целая стая 40 киллеров в день и ночь. Кто со мной переписывается, они сразу его начинают заваливать мерзостью, всякой глупостью. Ложь, но при том стопроцентная ложь. Ничего этого нет. Не хочу даже назвать, от кого это идет. Люди без имени, отребья земли. Отвечаю. Виталий Калиников доходил до нужной кондиции, когда выгнал его. И он ни разу ни с кем из злонамеренных против истины не соединился и написал. Меня никто не любит больше, кроме вас, Игнатий Тихонович. Вот это я понимаю. Есть что послушать. Видите как? Это Виталий Калиников. За столом сидим, прощаемся. Просто вытурил его от нас. А он, смотри, что и нигде против него стал. Слово не сказал. Что я вчера тебе сообщил? Христос воскрес! Сестра Татьяна, старшая сестра, проверяет, все ли у меня в порядке. Так. Что тут к делу? Если так... Что я тебе вчера сообщил, то исполни неукоснительно. Вот так. Если в интернет, по цыплятам, это к делу. Говорю же о другом. Враг ищет кого поглотить. Они узнают какую-то фамилию, имя, показывают, с кем переписываются. Они его тогда заваливают пакостью. Ну, я тогда стал просто одну букву писать. Даже нельзя. Ну, все время. Отовсюду везде нападают. И новые подходят. И сгорают, как будто их никогда не было. И вот уже в тебя ДС, дьявол, сатана, начал преизобильно вгонять. Поражу пастыря и рассеются овцы. Что будто бы отец Геннадий Фас назвал меня эритиком и прочее. Будто бы. Ну, даже если назвал, что ты от этого? То, что он назвал, я стал эритиком. Собор целый проклял Златоуса. Сослали. Ну, что? 47 епископов против него. И что? Их никто фамилии, имя никто не знает. А Златоус каждый день считается литургией его идет. И вот в тебя ДС, это фамилии такие бывают на это, дьявол, сатана, начал преизобильно вгонять. И разве друг дружественно настроенный будет такие сведения, в кавычках, принимать за истину? А если ты против, то в тебя оно как раз и уляжется в пол, по полной, в рост. Бодрствуй. Ну, занес их в черный список, и все, как служители дьявола, лжецов, всякая ложь от сатаны. Далее я пишу, 1-я Маковейская, 12-27. Приказал своим бодрствовать, быть в вооружении и готовиться к сражению всю ночь. И поставил вокруг стана передовых сторожей. Вот, что надо заниматься. А не так, кто еще сказал. Вот, на которые недруги что-то писали против-то, ни одного человека не осталось. Ни одного. А которые сразу ему дали ответ. И все, Стартисон, Валентина, там, перечисляем, сколько их, Марьясов, Усата, Наталья, там, мало ли на кого нападали. А не сразу их. На помойку, и все кончилось. Иов, 2-3. Сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Вот вы можете это к себе отнести, а я отношу это. А во мне дьявол там заботится сгинуть. А он свои служители набрал. И против его, ну, это книга. Что можно было сказать? Он сказал, что зря, разве ты окружил его так. Меня Господь окружил милостьями. Я знаю, утром я в Союз, а за меня тысячи людей молятся. Я недосягаемый для вас. Ев недосягаемый. Да, поразить проказой можно, убить можно. Но любовь Божия ко мне осталась со мною. Псалом 93, 16. Это все как события дня. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Кто? Серахов 22, 29. Защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его. А если приключится мне через него зло, то всякий, кто услышит, будет остерегаться его. Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразуменно уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня? Я их не знаю, за ними не гоняюсь. Ни на один нигде канал не захожу, чтобы что-то ругаться с кем-то вообще. Даже кто против, говорит кто-то, допустим, что же я ему буду говорить плохое-то. У нас были минуты хорошие. Кто-то все время подыскивается, сегодня опять залазит. А человек добрейшей души, я его знаю. Не пободрствовал дьявол, захватил язык и хлещет. Я ему буду что говорить? Я скорблю падших, в число падших. Заношу его и начинаю молиться у Бога выпрашивать. Умягчи его сердце. И в судный день, Господи, не помяни безумия служению дьяволу. Вот я ему говорю 22-е, Серахов. Прочитай всю главу, Никита. Дай подробный отчет, искренне, как проповедь в Духе Святом, имея себя в этом деле. Как? Кто? Зачем и почем? Жду пространный ответ проповедь по этой главе. Никита, я помню этот момент. Мы работали у Игоря Добунова. Были в доме. Я, как помню, искал в инете биографию Геннадия Фаста. Уточнить, в каком возрасте он был рукоположен. И вот где-то и прозвучала информация. Где-то. То есть ничего не знает. Где-то. Ну, со слова «где-то»-то, ну, понимаете, что разумный человек будет ли обращать на это внимание, если он друг? Ну, где-то, даже не знаешь где-то, кто-то. Вот говорю, посчитал вас за еретика. Где-то кто-то, информация, скажите что-то, вспомнишь Сократа. Пришел там один к нему и говорит, знаете, я про вашего друга вот слыхал вот такое. Вот хотите, сейчас расскажу. Он, подожди, поставил, кажется, три условия. Первое. То, что ты хочешь рассказать про моего друга, ты уверен, что это действительно так было? Нет, я слышал. Так-то я не уверен, не проверял так. Ты хочешь рассказать про моего друга? А, тогда второй вопрос я тебе задам. Скажи, а хорошее это или плохое? Да, знаете, да не хорошее. Так, ты пришел мне рассказать про моего друга нехорошее и не знаешь, правда ли это? Ну, да. Так, еще вопрос. Ну, ты хочешь рассказать это? Мои отношения с другом и с тобой улучшатся? Знаете, да мне кажется, нет. Итак, ты пришел мне рассказать про моего друга. То, что нас не сделает ближе, роднее. Ты не знаешь, что это правда. Так надо ли это говорить? И тот говорит, мне некогда, я пошел. Вот весь ответ. Ты поставь эти вопросы, которые поставил мудрец. А только услышал, сразу сглотнул блевотину чужую. Пришел и ко мне рыгиваешь. Мне зачем это нужно? Ну, даже, допустим, сказал правду. Но ты-то друг. Зачем же ты ее распространяешь? Неправду. Ты не уверен в этом, что это правда? А как уверен-то ты должен проверить? А как ты проверишь-то без моего ответа-то? Никак. А другой сказал, но мало еще сказал. Посчитай, что говорят сегодня о патриархе, что говорят о президенте, что говорят о Боге, о Христе, о Евангелии. Два миллиарда не признают Христа за Бога. Два миллиарда минимум. И с другой стороны еще два миллиарда. Большая часть населения земного шара не признает Христа за подлинного спасителя. Это обманщик пришел. Вспомните, этот обманщик, когда был живой и говорил, что я воскрес. Но они не верят, что он воскрес. Ну и что теперь? Я отвечаю. Да. Ответ по 22 главе Сирахова. Об отце Геннадии это ложь. Он не только не говорил, а и не мог так сказать. Не мог. Потому что он не Роман и не... Вот не, видимо, Никита догадался, кого тут ставить. Никита. Я не к тому, что я считаю Геннадия Фаса столь авторитетным, чтобы мог поверить ему. Вас веритиком я точно не считаю. Хотя бы потому, что в таком случае и себя бы объявил веритиком. Ведь столько лет жил с вами и до сих пор пользуюсь вашей базой материалов, собранных за десятки лет. За десятки. 55 лет минимум накидываю. Притом я учился день и ночь. И в молитве. Когда вас называют еретиком, это не выводы комиссии или реальные факты. А просто дипломатический ход показать всем, что не имеет к вам никакого отношения. Нет, это не какой-то дипломатический ход. Когда говорит ложь, говорит свое. Там никакого хода-то нет. Ни одного слова нет правды. Я всегда оглядываюсь, о ком они говорят. Ко мне вообще это не относится. Даже говорят про кого-то, про другого. Говорят еретиков о комиссии. Да мало ли комиссии какие могут быть. Дворкин там сидит. Еще он скажет. Ну. А по неволе вспомнишь Андрея Кураева. Как, знаете, совершенно другое отношение было бы. Священство. Если бы он не обличал. И Андрея это вышибли. За что? За то, что обличал. Я отвечаю. Я делал вид, что не понимаю, якобы причин, почему ты так поступаешь. Никита, это был? А я вид не даю, что я не понимаю ничего. Могу перечислить целым столбцом, когда это было, когда за стол не садился и прочее. И уговаривать меня на ту версию, что это случайно у тебя, бесполезно. Хамом рождаться помогают родители и среда. Ибо человек часто даже призрачно не понимает, что он говорит и что делает. Как Каяфа о Христе. Как Валаам о будущем Израиле. Вот ты что-то надумал о женщинах. И в раз потерял. И потерял надолго или навсегда их доброе к тебе расположение. То есть прямо сквернить женский пол стал. Хам. Хам он и в Потеряевке. Хам. Не только на Украине или Африке. Хам всегда грешит против отца. То есть он... Хам-то сын его был у Ноя. Телесного или духовного отца. Он моложе намного. Он неблагодарен, что отец дал ему жизнь. Что мать вскормила его молоком. Это чутко уловил Алексей Пешков. То есть Максим Горький. Сказав, что без молока матери нет ни поэта, ни героя. А восточная мудрость гласит века. Что если для матери пищу приготовишь на огне, в пригоршне, то и тогда ты должен ей больше, чем следует. А когда мать бросила дитя, то эту функцию выполняет любящий сына отец. Церковь-то тобой не занималась, Никита. Я с тобой занимался непрерывно. И для чего ты приехал тогда? Если я-то не нужен. Ты приехал, ты не видел что-то? Хам не раздевал отца. Нет. Он не прикрыл его. Так и ты. Ты мог сразу сказать там неправда, не верю. Там и закрыть. Так и тот, кто пропускает богослужение, говорит Святой Анзлатоуст. Это хам, раздевающий мать церковь. Ибо она одета людьми, листьями. Никого нет, пусто. Она голая. Где тебя приняли недавно? Где жил? Где к тебе боялись лишний раз кого-то пропускать? То есть последний месяц он жил не у меня. Ну, место у знакомых наших. Чтобы не нарушить твой покой, ты вдруг взял, да и уехал оттуда, не поблагодарив и даже не сказав, что комнаты теперь не заняты. И хозяйка дает садью. Да как же это можно так-то? Бесплатно жил, имея в том нужду. Это не чужая биография из интернета, Никита? И при том договорилась с хозяйкой. Все. И договорилась с ним. Принимаю тебя при одном условии. Одно условие в одном. Что ты, богослужение, не будешь пропускать. Красиво-звездочная община присутствует на собраниях, на занятиях. Ну, он это выполнил. Так и было. Но он ее с первого дня пришел и оскорбил точно так же, как всех. А обозвал ее. Это уже даже не хам, а вообще придурок какой-то с большой буквы. Любой так скажет. Я ему это не говорил. Вы иногда ссылаетесь даже на то, что если где бяка из вас вылезла с Рима, ссылаетесь вроде как на меня, что у меня тому научились. Ну уж в это-то поверить могут только романовской породы, манкурты и злыдни. Меня ведь подпекают и сверху, и снизу. Одни говорят, что я женоненавистник, а другие, что за каждой юбкой волоком тащатся. В интернете меня гвоздает, что я юдафоб, то есть ненавижу евреев-то, а иные в истерике, в долгосрочной подучии, что продался жидам, поганым пархатам. Иные считают суперправославным, как наш бывший 13 лет правящим епископ Тихий Курочкин. И теперешний митрополит Сергий Иванников, Московская патриархия, митрополит Виталий РПЦЗ. А шизофренически бесноватый самолично ставит ролики с названием «Игнатий еретик», анафема ему. Вот Диодор этим занимался. А другие пишут стихи, песни о каписты при жизни. Прямо настоящая каписта. Я из тюрьмы возвращаюсь, она и же возлюбившая такие жития, и хоронящая, и все остальное. Вы плохо знаете жития святых. Вы бы увидели, что так точно поступали с самыми великими мужами веры, со святым Златоустом, со мной так поступают, с Дионисием Александрийским, Иронимом Стридонским и многими другими. Их многоразлично пытали, чтобы они сознали, что они еретики. Далее автор подводит итог. Народ был настолько невежествен, что православных считали еретиками, а еретиков считали, почитали православными. Вот такое, как после порожденного. Вот она не вот сказали, и весть о грехах родился. Ио 27.5. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Да коли не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет, как нечестивец и восстающий на меня, как беззаконник. Я так их считаю. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторнет Бог душу его. Я только и молюсь о них каждый день, чтобы Господь в судный день не помянул их безумие. Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у вседержителя не скрою. Вот все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Это как будто вот я говорю все. 2 Коринфянам 1.12. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. И.29.14. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясла. И.2.32.3. А на трех друзей его, которые обвиняли Иова, воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать. А между тем обвиняли Иова. Причь 17.15. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий правильно, оба мерзость перед Господом. Мерзость. Повторяю, я нигде не гоняюсь. За каждым роликом. В каждом ролике. Ну, это не два, не три, более пяти тысяч. Мне пришлось выкинуть только. За хвост да в яму, скверну такую. Марина пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Ну, у них там манту детям ставят, известно для чего. Чтобы рожать не могли. Вчера написала, я сказал, не делай этого. Вчера написала отказ от манту на основании законодательства Украины. Проштудировала интернет, вооружилась статьями, образцами заявлений, шаблонами правильных ответов, объяснила все Полине. Научила ее, где, кому, что отвечать. В общем, приготовилась основательно. Вот три скобки. Не знаю, что это означает. Говорят, что это положительно или смеюсь. Помолились и с Богом отправила ее в школу. После школы диалог. Полина, ну что там? Рассказывай. Да, мам, все нормально. У нас полкласса отказались. Просто сказали, тогда нам посидеть завтра в классе, пока будут остальным делать. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Я ей сразу отвечаю Марине. Прочтите вместе вторая книга Маковейская, глава седьмая. Аллилуйя. Она говорит, прочтем. Я говорю, скажи Никите, это Володе пишу, Пащенко, что ему запрещено заходить на скворечник, где я живу, запрещено пользоваться нашей баней и сходить к Владимиру Пащенко. Пока. Пусть обиходит свою баню. У него все свое есть, свой дом. Там ему пока и место. Так, а все спрашивают, дом-то за Никитой или нет? Ну, пока, какому давали? Если он такой же будет, будет. А нет, значит, он жить не будет. Что же он думает? Пусть он за него копейки не платил, никакой документов никаких нету. Ну, тут понятно, что. А чего ради-то будет? Вражину держать? Зачем же? Его уже в деревне предупредили, во двор даже не заходить, как поганца. Главное, с сестрами, со всеми, одним мгновением все разрушил. Ну, скажи, дурень и дурень, другие сказали. В саду пусть копается, вокруг дома ли садит цветы, и все прекрасно. Картофель и проще, пусть садит сам себе. Пусть думает, как хранить овощи и прочее. Все на его огороде или в дому есть. Пусть подвал любой себе смастерит, а от нас помощи пока не будет. Был Игорь Барабаш, и рассказал про ваше житье-бытье. Елена будто бы высказала, что не желает, чтобы он и во двор к ним заходил. Ни за какой помощью, кроме общественных дел, не обращайся к этому, к Никите. Ему время нужно. Нужно? Это все в пользу ему. Никита. Это 22 глава книги Сираха о том, как береже надо хранить от зла всю свою жизнь. От внутреннего хранения сердца до внешнего хранения языка. Потому что они тесно связаны. Как же сильно слово, почему-то ударение, сильно слово, какое влияние имеет, может спасти жизнь человеку. Даниила 13, 45-46. И когда она введена была на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом, «Чисть я от крови ее!» Как важно, чтобы словом руководил Дух Святой. Это я попросил написать на 22 главу Сираха в виде проповеди. Это Никита пишет мне вчера. Много раз приходилось через волевое побуждение самого себя заговорить с человеком, который внешне совсем не расположен говорить на духовные темы. Но вот краткая молитва про себя. Обращаешься к Нему и в ответ получаешь самый настоящий интерес и благодарность. Оказывается, что это он давно искал и хотел услышать о Боге Иисусе Христе. А случается совсем наоборот. От благочестивого лика обзовут еретиком или что покрепче услышишь. И эти слова о Христе могут стать ценней всего на свете. Человек прислушается, размыслит, обратится в себя и, наконец, покаяться. Примет Иисуса Христа как величайшую жертвенную и бесконечно любящую свое создание премудрость. Тогда небеса огласятся мощным словослоем ангелов, торжествующих о таком событии. Но слово «мощным» к ангелам не применяется почему-то нигде, и я это не скажу. Лука 15, 10. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. И ты становишься соучастником такого великого события». Слово – это инструмент, важнейший и сильнейший всего созданного человеческими руками. Слово Божие находит человека среди злой тьмы и мира сего. Римлянам 10, 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но не стоит возноситься. Ты держись, что должен. Остальную работу проделает Дух Святой». 1 Коринфянам 3, 7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а всё Бог возвращающий». Никита к месту местописания говорит. А у Романа ничего этого не было. И кому он там наказывал делать? Вообще ни к селу, ни к городу. Лука 17, 10. «Тогда и вы, так и вы, когда исполните всё повелённое вам, говорите, мы рабы ничего не стоящее, потому что сделали, что должны были сделать. Разум – это особый дар, и в словах разумного человека нуждаются люди, те, которые ищут исправление в себе, принимают обличение, желают стать ближе к Богу. Прям слова-то какие. Разум. Но воспользуйся им разум-то. Не будь безумен». Сирахов 22, 20. «Речей разумного будут искать в собрании. И о словах его будут размышлять в сердце». Ну, о твоих словах ещё размышлять-то. Сейчас вот прочитаем, какими ты словами их крыл. И ты обороняешься, главное. И даже, что в лагере было у Галины, там не хотел тяжёлое поднять, поднести. Ну, и Никиту только говорит на бутылку сажать. Там какие отзывы-то были. А теперь, оказывается, всё в тебе это есть. Вот действительно приспособление. С данный момент сказал, а дальше как будто не говорил. Ты это советовал Роману когда-то насчёт плоскости земли. Приспособься. Не надо приспосабливаться. Надо обратиться к Богу и спросить рождение свыше и жить в Духе Святом. Тяжко и трудно выслушивать обречение против себя. Но стремящийся к мудрости даже и сделать свой выбор. Путь жизни. Вот и посмотрим, на что твой путь будет. Тебя заблокируют везде, сейчас увидишь. Давид сразу принёс покаяние в двойном зле. Убийство и прелюбодеяние и получил прощение от Господа. 2 Царств 12.13. И сказал Давиду Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрёшь. Царь Жоахав не принял совета обрещения. Ему не спасло жизнь даже хитрость с переодеванием. Вражеская стрела нашла своё место. 3 Царств 22.24. Подошёл, сидикий, сын Хинаана, и ударил Михея по щеке, сказав, как? Неужели от меня отошёл Дух Господень, чтобы говорить в тебе? 3 Царств 22.34. А один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильска сквозь швы лад. Некогда ещё один молодой человек не внял советом людей опытных и разумных. Он решил, что юность и задор возьмут любое дело своей бравостью и горячностью. В результате раскол государства. Это вид, говорит, у подчинённого должен быть какой? Лихой и придурковатый. Пётр I. Третья царств 12.19. И отложился Израиль от дома Давыдова до сего дня. Уклонение от совета ведёт к разрушению. Нашей православной церкви не хватает советов и обличений. Хуже этого, она не поддерживает самое доброе начинание простых людей. В Екатеринбурге частный предприниматель Ольга Виковшина за свои деньги разместила билборд, это большой рекламный плакат, с цитатой из Священного Писания Луки 16.18. «Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведённой с мужем, прелюбодействует». Она аргументировала это социальной рекламой против разводов, но местная федеральная антимонопольная служба считает иначе. Баннер убрали. По их мнению, семейное отношение россиян регулируется Семейным Кодексом Российской Федерации. В нём говорится, что брак, добровольный союз мужчины и женщины и запрещается любые формы ограничения граждан преступления в брак. Первая статья Кодекса гарантирует возможность расторгнуть брак. И это происходит в нашей православной стране с церквами и колоколами. Но никто не заступился даже, ни православные активисты, ни патриарх. Из священного Писания мы узнаём, чем заканчивается отвержение обличения к крахам и смертью. Посему надо напрячь все свои силы, чтобы внимать советам и наставлениям, которые приведут нас в вечную жизнь. Притча 15-22. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Вот эпиграфом беру. Кто-то отвечает, а Малик он такой, отставших подбирает и убивает. Но сейчас же действительно вопрос стоит и о безопасности сестёр в Потеряевке. Я вообще очень впечатлён, какие хорошие братья в деревне, какие они ответственные и действительно защищают и холят своих сестёр. И вот вы постоянно поставили условия, Никите, чтобы он неделю не подходил к компьютеру. Может, я чего-то не поняла, конечно, но и поздним вечером вчера он был в сети и сейчас он в сети. Но вот он только сказал, что ему надо по сельскому хозяйству. Я сразу отошёл. Другое ничего не подбирай, не глотай блевотину, как перед тобой был один, которого отсюда вывезли. Я отвечаю, уточнить приходится. Он сказал, что ему нужно по сельскому хозяйству получать ответ это. Он же уже завёл 40 цыплят. Говорят, 40, а тут 29. То есть, сдохли или что? На русской печке, пока они у него растут, холодно. Область общения очень скукожена. Только что были барабаш Игорь и Игорь Добунов. Подробности будут часа через два. Видеоролик записан и уже закачиваю. И утреннюю переписку нашу с Никитой внизу в комментариях прочитаете. Валентина Сортисон. Мир всем. Вот только сейчас просмотрела ролик из Потеряевки с Никитой и вспомнила, что здесь в Германии в одном из православных храмов видела. Клиросс стоит так же по правую сторону и на небольшом возвышении. Но сзади отгорожен от людей дощатой перегородкой на уровне груди. Очень простое решение вопроса. И получается похоже на невысокую витрину. И никто никого не смущает. И даже полки изнутри можно устроить. Полки. А буква Л как П. Я первый раз прочитал и даже попки изнутри можно устроить. Я подумал, что садиться можно там. Потом взял увеличительное стекло. Дай-ка, ну-ка, что-то, как она так написала-то? Ну, что же такое-то? Взял, стал смотреть. О, полки. Вот она. Л и П. Они совершенно одинаковые, так там точка впереди. Ивтушенко прихода в церковь, она работала в компании. Ответ пишут. Ясно тогда, спаси Христос. Начали смотреть ролик третий про Никиту. И вот Игорь сказал то, что он высказал по поводу своего отъезда и тому подобное. Что вот некоторые тут 30 лет это ничего нет с них и тому подобное. Но ведь в той-то беседе, где с батюшкой то было-то, он высказал, что даже круче самого спасителя воскресательных знаков, то есть выше его как бы Никита. Но я не думаю, что он это имел в виду. Христос вышел на проповедь 30 лет, а я уже к 29 годам и проповедовал и все такое. Игнатий Тихонович, я боюсь, тут уже может и не сделать ничего. А что он у нас творил, кстати, сорвало его в день, когда он причастился перед Пасхой. А на следующий день уже таких мерзостей наговорил не для широкого распространения, но меня это сразу насторожило. Сегодня мы говорили с Игорем Барабашом и говорили о некоторых вещах. Я озвучил мнение некоторых святых отцов по поводу хулы на Святого Духа. И меня тут такой страх объял. То есть вполне возможно, что он Духа Святого похулил. Ужас какой. даже затрясло от ужаса. Как же помочь Никите? И можно ли вообще это? Сижу и думаю, сделали я всё, что мог. Наверное, где-то нет. Кстати, ещё хочу написать, этот человек может лгать, то есть Никита, он может и извиниться, но эти извинения, как извинения перед Галей Загуляевой. Когда он прощения попросил, а всё равно считать до сих пор, что всё сделал правильно. Милакам, это и есть хохлы, кусают руку, которая их кормит. Так же и с Россией они себя ведут. Никита, какую тут компанию развернули против меня, создали информационную блокаду, информационный вакуум, как поступает спецслужба мировых государств. Всё это. И как забавно клюют меня всякие без имени и родства, уже окрестили меня хамом и прочее. Да тут возьми любую душу, тряхни мизинчиком и что из неё посыплется, кто чревоугодник окажется, кто трус, малодушный, сребролюбец, а кто просто тупой, как валенок, но себя он таким не считает, видишь, что впереди перечислил, а так к нему не относятся. Вот. Ещё из неё не посыплется, а ничего любоугодник, а везде говорят, вот вы беседуйте, а он сидит ест и ест и ест непрерывно. Ну, что такое? Так, давайте вызывать по очереди и полоскать их нутро. Я не за пустяк какой выступил, а вполне нормальную, логическую, здравую вещь и от своих слов не отрекаюсь, ну, как покаяния нету. То всех оскорбил со всеми женщинами в разлад и всё. Мышами просидите всю жизнь, так, конечно, никто и не облещит вас, или мышами почему-то тут ударение. Ну, вот, терпи, взять хоть бы пару людей и записать про них хоть один ролик с полосканием на весь мир-то, так побегут тут же с визгом и по полям и дубравом-то, не найдёшь никого, никогда. Так, такие-то люди в общине и есть, на которых запрет негласный снимать даже просто ролики под замками целые годы ждут своего часа. А про меня уже четвёртый год Игнатия Тихон ещё интервью снимает. А ком он говорит, что там снимает, есть, ну, есть там, снимали, когда главная фигура несовершеннолетняя была. И, ну, и понятно, теперь совершеннолетняя, я спрашивал, она с нежеланием говорит, я уже несколько раз спрашивал, от меня не зависит. Я никакого табу не накладывал, ну, чтобы человек дал согласие. А потом появляются невесты откуда некие и потявкать начинают, потявкивать. Самое интересное, что даже бабы, заражённые энергетией Игнатия Тихоныча, начинают мнить о себе, выступают там на кого-то. Сразу бабы, ну, где-то бабы, которые не знают ничего, но у нас церкви не бабы, у нас сёстры. Этого битого пса Дудина поносят, да разве к лицу вам это? Их самих расспрашивать начни, так сразу соплями и зайдут. Это Никита пишет. Это вы только такие виртуальные, друзья, прекрасные. Я тут недавно заинтересовался, просмотрел, сколько примерно про меня комментариев написано, роликов снято всего. Сколько из них растаскана по другим каналам, про меня мнений тысячи, да нет, не тысячи, отзывов там сколько есть, тысячи нет, конечно, которые были там совсем, ну, никуда матершины, я их убрал все, я сразу вычищаю, так что не тысячи. Роликов снято, мнений, тысячи. Мнение-то одно, что ты никакой, и гоните его от себя, мнение-то одно только, зачем он приехал-то, от него беды жди, и вы все около себя держите. Мнение-то одно, отзывов сказал бы, а мнение-то только одно, и одну заповедь я исполнил, это точно. Луки 6, 26, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Про меня очень много и нехорошего написано, так что сядьте и задумайтесь, как бы вы поступили в жизни, прикиньте мою шкурку на себя, да кто ж тебе позволит до 30 лет быть таким-то. Ну вот и ответ тебе, Никита, здесь. Шкурку твою надевать, да как она на меня, она не налезет даже. Я помню себя с 5 лет уже сознательно жил, и что слышал о взрослых, и все, мысли старался. После всего такого веселья, в кавычках, я Игнатия Тихоновича не проклинаю, и не поношу, и ретиком не называю. В экстремальных условиях 4 года проживаю, и Бога славлю, слава Христу, в экстремальных условиях. В тепле, вместе живет, ни за энергию, электричество ни дня не платит, ни за вывоз мусора, бесплатно зиму питали, ничего нигде, ну от силы, может быть, где-то поделили на то их рыбу одну. Ну, сами покупал для себя молоко, сливки едят рядом, а я не ем ничего. Почему? Денег нет. Они едят, ну привыкли уже к этому. Никита Даших это сейчас нецензурная лексика, это не я говорю, это система его выкинула, выкинула, а я оттуда вытащил. Я полностью не смотрел, только проматывал. Но вот то, что брат Игорь Дебунов про меня рассказал, это реально перекручено, преувеличено, и просто таки похоже на клевету, особенно все братья гнили подонки, это он говорил, или пинка под зад девчонкам. Это я списываю на такой театрально-сценический характер Игоря Дебунова. Вот он это якобы про меня изобразил-то, и никаких подтверждений, а посыл очень серьезный против меня, ну еще бы. А вы верите, что мог сказать, вот, я вполне верю в это, потому что со мной Никита жил. Он мне хамил, так что конца нету было. Я его осаживал, и что, где-то он про себя понял, то спроецировал на всех. Все это похоже на бабьи сплетни. Но это ничего, мне от этого хуже не будет, отношения покажет. Это все пишет Никита Колесников, а это вот это несензурная лексика, или что-то закинули там дальше, только я имею доступ туда, я вытащил оттуда. Сам-то что он говорит про всех-то? Я-то знаю. И про потеряевцев Игнатия Тихоновича. Четыре года с ним работал. Я-то приехал с нуля, ничего не знал, как чистый лист. И пока научишься сам отделять-то, что-то важное от шелухи, сто раз свое мнение изменишь. Вот, сто раз свое мнение. Да какое же ты после этого? Если бы я был там третий с ними при разговоре, то многих вещей он сам бы не сказал, может. И не надо это знать всем, и другие пункты мы бы разобрали последовательно, в точности. Ну, а теперь мне только остается чинить свою баню и арбузы сажать, если даст Бог, что выращу, угощу всех желающих. Спрашивает, а Никиты дом не отобрали? А Никиты, то другое, да вот он в доме находится. Ну, ж теперь хода-то ему не будет, отовсюду его отделяем. Начинай работать. Он совершенно домом не занимается. Нигде не нужна твоя помощь, только общая работа, если это будут, там, по прудам, по дороге, там, полдня. Наталья Усатая, пока Никита не будет бороться сам со своими страстями, то ничего хорошего от него не жди. Есть такое, дай человеку волю, так он на голову всем сядет. Очень упертый, непокорный характер, обидчив и любит обречение. Любит, наверное, хотелось сказать. Жаль, столько лет Игнат Тихонович потратил, а тут такое, командиром захотел стать. То есть, никого не слушая, ну, то есть, высшего учителя, кто-то говорит, а это ожидает одобрения на канале. И тут, видимо, он с выражением написал, потому что идет словососчитание, нецензурная лексика, пинка под зад девчонком. Вот эту фразу лично слышал от него, еще один человек пишет, только не про этих детей, а про вообще женщин-то. И сказал он, не к пинок под зад, сори, извините, под сраку. Я и слышно эта фраза не раз. Но это вообще никуда не годится. Рустик, молодец, Никита, правильно сделал замечание. Женщины должны знать свое место, тем более в храме, и молчать. Так, Рустик, торопишься опять. У нас женщина знает свое место, ни одного слова не говорят, одеты приличные, их за мусульманок считают, как с правой стороны стоят, ни одного слова не слышно. сделал правильно, сделал замечание. Какое замечание? Чем-то женщинами тоже обижены, разведенные, все так себя ведут. А иначе ваша община будет ничем не отличаться от мира сего. Она отличается так, что такой общины Рустик нету. Женщины, посмотри, зайди, богослужения неоднократно у нас показаны. Ты что кинулся-то? Похожий нашел? Друга, товарища нашел? По обиде. Ведите себя поприличнее, женщина. Ты не можешь правильно женить себя, удержать женщину. Нашел какого соратника? Женатые сразу выступили на защиту женщин. Конечно, живут хорошо с женщинами. А кто их защитит-то? А вопрос-то, все, она все стояла в порядке в храме. Женщина налево, мужчина направо. Наоборот. Наоборот, все это есть. Чтобы не смущать неженатых, да и неженатые должны иметь привилегии в церкви. Так как они более служат Господу, нежели женатые. Вот как если бы такое-то было. Неженатые вообще ничего не хотят делать, даже для себя. Нету. Неженец не потому, что я один хочу служить Богу. Он об этом даже и не думает. И другие, имеющие жен, должны быть, как не имеющие. Даже в чате, как глянешь, и страшно становится. И когда ваши последователи, Игнатий Тихонович, прикрывают прелюбодеек. Наши последователи. Ты что, рехнулся, Рустик? Какая тебя женщина-то обидела? У нас последователи прикрывают прелюбодеек. Требую сатисфакции. Никакого чувства святости, инстинктивно, бессознательного самосохранения у русских мужиков нет. Сношаются в хлеву, живут в хлеву, вся жизнь стол до постель, и в храме матриархат могут устроить. Какое отношение к нам это? Ни хлевов нету, ни сношаются, ничего нет. А что ты занимаешься-то чем, Рустик? Ну, просто никуда не годится. Ты же крещение принял, а опять из тебя старое это старье, лохмотья трясутся. Святыня попрана, Бог всем судья. Какое отношение к нам имеется? Конкретно речь идет о Никите, и перед ним сестры наши, как был здесь у нас Макаров Сергей Сергеевич, он 10 лет работал в редакции Комсомольской правде, он журналист. Я в жизни видел только два таких, которые непрерывно записывают, что говоришь. Вот он и Игумен Сахаров Кирилл на Берсеневке. На магнитопон каждое слово. С утра, с 9 утра, если мы вместе, до глубокой ночи, на шаг не отходит. Если нет, то ручки записывает. У Никиты, может быть, гормон играет. Вот он все, ты про себя говоришь гормон, а теперь к нему гормон. Нашел гормонь сатаны, он играет, а вы пляшете. А вы его сразу врагом делаете, Игнатий Тихонович. Лучше бы женили его. Во-первых, мы не женим никого. Это во-первых. А во-вторых, врагом его никто не делает. Он сам сделался врагом. Показал себе. Меня там и не было. Ну, что ты городишь-то? Игнатий Тихонович, я прозорливый. Мне сон еще в 2016 или 2017 году приснился. Якобы Никита Колесников начал разжигаться с дамами. Ну, как проверить? Видел ты, не видел? Может, сам разжигался? Кто это знает? Тогда я подумал, что за чушь роликов насмотрелся? То есть сам... А сейчас только вспомнил. У меня сны многие сбываются. Да только делов-то. Разве это говорит о том, что ты прозорливый? Сны, да и сны. И какие они? Они греховные сны-то у таких людей. Или про убийство, или про блуд. Марина. Игнатий Тихонович случайно наткнулась на общество вагантов. Вскользь просмотрела. Стишки, конечно, у них дерзкие, как мне показалось, но один меня улыбнул. То есть заставил улыбнуться. Улыбнул – это новое слово, его не было никогда. На один стих я улыбнулась. Не говори больше так. Сразу вспомнила вас. Представила, как вы сидите вечерком на вашем стульчике, штопаете свою одежонку-то и приговариваете разговор с плащом. Холод на улице лют. Плащ мой, какой же ты плут? С каждой зимой ты стареешь и совершенно не греешь. Ах ты, проклятый балбес! Ты как собака облез. Я твой несчастный хозяин, нынче ознобом измаян. Плащ говорит мне в ответ. Много мне стукнуло лет. Выгляжу я плоховато. Старость во всем виновата. Прежнюю дружбу ценя. Надо заштопать меня. А с получением подкладки снова я буду в порядке. Чтоб мою боль утолить, надо меня утеплить. Будь смеховым, я под боем, было б тепло нам обоим. Я отвечаю плащу. Где же я денег сыщу? Бедность – большая помеха приобретении меха. Как мне с тобой поступить, коль не могу я купить даже простую подкладку? Дай-ка поставлю заплатку. Очень хорошее стихотворение для меня. Наталья Усатова. Никите категорически нельзя жениться, потому что его характер приведет к распаду семьи. Уже ответы пошли. Валентина Сарсисон. Наталья, по поводу критики Никиты советую воздержаться. И распоряжаться его судьбой тоже не следует. Ему решать, жениться или нет. А то мы все тут со стороны такие умные. Нас каждого, если потрясти за ноги, то столько дерьма повалится, чего и сам не ожидаешь. Вот нашли мальчика для битья. Это может делать только Игнатий Тихонович. Он имеет на то моральное право. Мне, когда я была в Потеряевке и находилась в общении с Игнатием Тихоновичем, работало там, замечаний было не меньше, чем Никите. И то, что Никита себя иногда резко ведет и противится, я нахожу как защитная реакция его в некоторой степени. Побольше нужно думать о своих грехах и недостоинстве. Наталья, есть хлеб с одного стола и быть неблагодарным это никак не совместить с замечаниями, и которые только помогают стать лучшей и исправить свои ошибки. Валентина, Наталья, ты женщина, и не тебе учить и судить о степени благодарности. Не каждому мужчине такое понравится. Можешь тоже нарваться на грубость. Ты учи детей своих, а там видно будет, что получится. Наталья, поняла, все ясно и принимаю с благодарностью. Я показал два ролика, вот сегодня посмотрел. Старый Стамбул, Константинополь, Турция, храм, где трудился святой Анзлатоус. И внизу Турция. Вот два видеоролика. Вот можете посмотреть. Я коротко покажу наши ресурсы. Это вот мой мир. Я очень его люблю. Перетаскиваю сюда. Немножко перетащилось все же. А вот вверху такие, я не знаю, их видно или не видно, вот поверху идут. Это все новые ролики. Я пытаюсь туда перетащить, но они не переходят. Перестали. А вот патриарх Кирилл Крестят. Вот посмотрите. Сзади епископ стоит, очевидно. Вот там стоит еще епископ один. Это, я не знаю, Тихонли. Там женщина улыбается. И мужчина все довольны. Все. Патриарх. Ребенок уже большой. Купель-то с чашечкой. И воды-то в нем сколько налита. Вот за это безумие вы все до одного будете наказаны. Ну как православие может устоять, когда глава определенного региона ладошкой крестит? Погрузи. Где он считал это? Какая причина? Никакой. И ребенка держит, ясное дело, что они парализованы. Да и тут погрузить только ноги одни. Там дно, видать, рядом. На четверти даже нету. Это никак нельзя назвать, только богохульство. Самое настоящее. И руководитель этого богохульства, патриарх, вопреки канону, их всех дно нужно извергать сразу. И там тоже кто-то в черной одежде виден. Апостольское 50-е правило. И все святые отцы об этом говорят. Вот у нас материал выставлен. 136 свидетелей я выставил. Этого ничего нет. А почему? А католичные? С них все это убрать. Католики крестят. А православной одежкой прикрылись. Вот тут-то хула на Духа Святого идет. Все православие развратили. Ну и дальше наш очень большой форум православный. Здесь 1600 тем. Ну и, конечно, наш видеоканал. Вот он какой. Православный видеоканал. У нас 11 тысяч с лишним роликов. Видеороликов. Ну и очень большой у нас во свете Библии православный библейский сайт. И самое ценное 4124 ответа по вопросам. Ну и на сегодня все. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok